Любые движения, которые совершает или может совершать человек в молитве, не выходят за рамки пяти хукмах-постановлений, которые пришли в шариате. Либо запретные движения, как допустим кушать, пить, смеяться, ниженешние движения. Второе, нежелательные движения, когда человек немножко поворачивается или делает какие-то немногочисленные движения без нужды. Дозволенные движения, то есть это те движения, которые человек совершает из-за нужды в этом. Допустим, я в очках упали маячки, и я боюсь, что они разобьются, я могу взять их и положить себе в карман. Сقطت النقود, боюсь, что их украдут, или же ветер сдует, я имею право взять эти деньги и положить в карман. Дозволенные движения, это все те движения, от которых зависит полнота молитвы. То есть, если я их буду совершать, чем больше я эти желательные движения буду совершать, тем будет полнее и моя молитва. Если же я не буду их совершать, то все равно моя молитва будет действительной. Поэтому лучше эти движения совершать желательно. Как, допустим, закрывать то расстояние, которое между ногами молящихся. Пятое движение. Обязательные движения. Это те движения, от которых зависит действительность моей молитвы. Если они будут совершать эти движения, то моя молитва будет недействительной. Если я буду совершать эти движения, то моя молитва будет действительно. Я, допустим, молюсь. И увидел на своей тюбитейке скверну. и моё движение является обязательно какое движение то что я обязан снять эту тюбите